Это эксперимент исследования «Мир без еды» и сегодня седьмой день. Специалисты говорят, что на седьмой-десятый день в человеческом организме, когда он полностью отказывается от приема пищи, наступает ацидотический кризис. Что такое этот самый ацидотический кризис? Это значит, что кислотно-щелочная среда организма смещается в сторону повышенной закисленности. Но при этом происходит удивительное действие в организме. Клетка начинает активно удерживать углекислый газ и переходит как растение на питание типа фотосинтеза. Получается, что организму пища теперь абсолютно и не нужна. Но ни в коем случае в этот момент нельзя принимать никакие добавки, никакие там чаи, потому что тогда ацидотический кризис не наступает и происходит что? И закисленность не наступила, организм не перешел на так называемый фотосинтез. И питания достаточного нету и из внешней среды. И тогда может возникнуть процесс недоедания и человеческий организм просто умрет. И поэтому я сегодня продолжаю не принимать никакую пищу и двигаюсь дальше по пути своего исследования. На сегодняшний день хочется отметить какие моменты. Повысилась сухость губ, давление почти вернулось к норме, оно стало 116 на 72. Пульс чуть снизился, но не пришел еще в норму. 71 удар. С весом, с весом, что у меня происходит с весом. Вес стал 71 килограмм. И собственно говоря, какие еще изменения? А, появилась сухость кожи, хочется постоянно. Я отхожу постоянно, протираю все тело водой, чтобы смывать токсины, которые продолжают из меня выходить. Но в остальном состояние достаточно бодрое, активное. Часто полощу рот, пью воду. И в этом бодром настроении я продолжаю двигаться. Ведь когда ацидотический кризис закончится, то наступит какой-то новый этап. И с моим организмом будет происходить дальше что-то еще. Но об этом я расскажу позже. Итак, я продолжаю свое исследование. Удачи мне, удачи вам. И до встречи в завтрашнем дне.